Да, Света, у нас Одесса на связи. Одесса, тут другие места, привет всем. У нас появилась держалка, друзья, из Саранска, Света, представляешь, из Саранска. Друзья, у меня был научный руководитель, когда я педагогикой занимался, из города Саранска. Он там был завкафедрой педагогики в педагогическом институте. Да, как мир тесен-то? Осовский его фамилия. Так, Новосибирск, Сакраменто. Ну, Сакраменто тут вообще рядышком. Киев, Нижневартовск. Да, Нижневартовск уважаем, там понятно. И Mountain View, слушайте, у нас тут локально есть народ, Екатеринбург. Вообще, география очень широкая. Вот. У нас появилась держалка. Такая, которая берет нашу таблетку, нашу, и вот так она ее держит, и снизу у нее можно подкрутить. Короче, она стоит у меня на штативе для фотоаппарата, для видео. Да, весь мир реально, да. Магнитогорск. Вообще, с ума сойти. Так вот, стоив на штативе, я вот просто подумал, надо, раз устройство техническое появилось, мы должны... Привет Хвастовичу. Ну, и что же? Хвастовича, ну, тут рядом нету. Но мы так передадим при случае, Хвастович передадим. Всем... Я не вижу там что-то написано. Ни хаво, ни хаво как-то. У меня немножко такая, наверное, на расстоянии я... Так, наверное, метр здесь вот так. Я могу ближе, наверное, подвинуть. Но у меня дома, видите, стоит задник. Силикон Валый Войс. Он только почему-то показывает не в ту сторону. Я не знаю, вот то, что я вижу у себя на экране, читается не в ту сторону. Минск. Это ваш первый бродкаст. Ну, не первый, как бы, но можно сказать, в чем-то первый, да. Потому что я до этого просто так пробовал, а так не поймешь чего. Вот. И даже, мне кажется, качество картинки, поскольку я не держу в руке этот девайс, он не трясется и не смазывается все, то, в общем-то, я даже хочу сказать, что нормальненько. Я на самом деле заказал еще одну держалку, более заковыристую, чем вот то, что Света купила на ebay, вот которую мы сейчас пользуемся. Посмотрим, как с ней. Но я ее буду в офисе, в крайнем случае, держать. Послушайте, а вот у вас на экране, вот этот вот Silicon Valley Voice, он как идет, справа налево или слева направо? Потому что вот то, что я у себя вижу в кадре, идет не в том порядке. Нет, ровно-то понятно, но он справа налево или слева направо? Правда, да? А я смотрю, у меня все на брод. Вот это у меня правая рука. А, у меня зеркально стоит, вот я как в зеркале себя вижу. Я даже не знаю, это можно как-то подправить или нет. Немного приподнял девайс повыше, чтобы вошла вся голова. Ну помилуйте, а у меня вся голова? Вот я смотрю, у меня абсолютно вся голова. А можно купить футболку? Эту футболку, у нас конкурс однажды был, и там, вот эта вот штука победила на конкурсе. Я тогда заказал эту штуку, не помню, 20, вот у меня одна осталась, остальные куда-то раздарились. Странный планшет, а что он странный? Это все в сеттингах, я думаю, что тут... Когда наша книга выйдет, денежка пошла в типографию. Поэтому это вопрос нескольких дней, они должны отпечатать и выслать мне по почте. Одновременно они пошлют сколько-то на Амазон, по-моему, там 10 книжек автоматом они шлют на Амазон. И когда на Амазоне заканчивается, они подпечатывают и отдельно им идут. Электронная версия. Значит, электронная версия, вчера мы как раз беседовали с девушкой, которая этим занимается. Вот, хотел начать программирование, оказалось сложнее, чем... Ну, да, бывает, разберетесь, будет проще. И вот, значит, девушка, которая этим занимается, она уже практически закончила. Единственное же, там вот вчера мы с ней обсуждали вопрос с парой картиночек, там обнаружилась пустая страничка в первой главе. И она хотела на нее пару картиночек бросить. И вот, я думаю, что это вопрос, ну, буквально дня-двух, вот так. То есть она будет красиво оформлена, с цветными картинками. Потом мы, наверное, сделаем несколько форматов разных, там, для планшетников, для Kindle, не знаю. Что посоветуете учить тестирование? Я не очень понял вопрос, то есть как, что тестировать. Тестирование, оно есть тестирование, хоть на чем тестируй. А в какой-то момент начинается специализация, с чего начать тестирование. Но если по-русски, вот, пожалуйста, учите мой курс на русском языке. Хотела вам прислать сюрприз. Ой, ну, сюрприз присылайте на адрес школы, он прямо на сайте portnov.com. Вот, да, присылайте сюрпризы. Я периодически получаю сюрпризы на такие неожиданные, да. У некоторых вот шапками, по-простому. Желательно на английском. На английском вы можете пойти просто на YouTube и посмотреть, чего есть. Здесь есть очень-очень-очень много. Первое. Второе. Вы можете пойти на наш сайт на английском, наш YouTube-канал на английском. Он называется, он называется Portnov School, одним словом. YouTube.com slash Portnov School. И там очень много видео, которые мы снимали в школе. У нас 12 ночи. Ну, половина 12-го, да, я так смотрю. Вот там у меня компьютер, там часики, да. Так вот, Portnov School называется. И там и про agile тестирование, очень хорошая лекция. Там потрясающий совершенно сериал про тест-документацию. Это просто... Ну, у вас полдесятого утра, да. Видите, как? Земля-то круглая. Пойдите, хохмочка-то какая-то. Правду говорят, что круглая. Древние думали, что как диск, понимаешь, а нет. Вот. Спрашивают, как клиренс прошел. Я только что видео повесил, там уже полторы сотни просмотров. И там есть, как клиренс прошел. Хорошо прошел, я так как-то настроился на грустные клиренсы. Очень хорошо прошел. Я уже... Знаете, как сбиваются темы там, теряются. Вот. Поэтому начните с этого сайта. Есть потрясающий дядька, его зовут Джеймс Бэк. Бэк пишется B-A-C-H, как Бах. Бэк-бэк. Но читается Бэк. Джеймс Бэк. Если вы напишите тестирование программного обеспечения, наверное, он будет там, если не первый, то второй, вот такого плана. И он там читает лекцию в Эстонии, в университете. Студентам читают лекцию на час сорок. Вот на английском. Это абсолютно бесподобное такое дело. Привет, Тик, из Португалии. Ой, чтоб я так жил. С Португалии. Так. Спасибо за психологом Бородянска. Очень помогло. Ну, замечательно. Мы-то сами как-то очень хорошо относимся к нему. И нам действительно очень помогло в разных обстоятельствах. После обычных курсов... Что-то я не понял. Там про автоматизацию я, к сожалению... Знаете, оно так мелькнуло и ушло. Здрасте, нам говорят, здрасте, здрасте. Если вы повторите вопросик, там по поводу чего учить автоматизацию, я скажу более предметно. Значит, по поводу автоматизации, вообще-то, у нас на канале Портновскул, который вот есть, да, youtube.com slash portnovskool, одним словом, последние 13 или 14 видео, которые там висят, Это курс по автоматизации населением из Java. Там чуточку-чуточку этой Java. И там очень хорошо, очень просто изложен Selenium. И если вы это посмотрите, вы сможете уже писать какие-то вполне осмысленные тесты. И изучать автоматизацию надо под задачу. Вы не можете просто слушать, вот что вам рассказывают. Вы азы поняли. После этого берете себе задачу. Вы говорите, я вот делаю такой-то тест. И тогда у вас все пойдет автоматом, так быстро пойдет. Автоматизацию лучше сразу же учить. После мануального... Вот представьте себе, пришли вы на работу, так? Вот я пришел на работу. Первый день вышел. Это было в 92-м году. Вышел я на работу. В понедельник. И мне говорят, будешь тестировать. Я говорю, а что, а чего? Мне говорят, вот наш продукт. Вот к нему там какое-то описание. Вот сиди и изучай. Ну я сижу и изучаю. Проходит 2 часа. Подходит, это под Windows 3.1. Он еще бегал. Клайн-сервер такое приложение было для бизнеса. Подходит замдиректора по технологиям. Ставит мне на стол коробку. На коробке написано Microsoft Test 1.0. Это был август 92-го года. Ставит коробку на стол и говорит, вот смотри, новый тул вышел. У тебя 300 баксов потратил. Подумал, тебе интересно будет. Давай его в чем, используй на всю катушку. И ставит мне его на стол. Поэтому, это я к вопросу о ручном и автоматическом. Поэтому, я может быть в день, там, 2 часа изучал этот тул, пытался что-то на нем написать, какую-то программку. А остальное время вручное. То есть, нельзя так, это самое, закончил автоматизировать смок-тест. А тут опять про автоматизацию. Но вопрос был такой. А вы бы ответили человеку, что же я за вас отдуваюсь. Вы там автоматизируете, а этот отдуваюсь. Так вот, я к чему говорю, что если мы новички, вот мы пришли первый день на работу, и я первый день учу продукт, я пытаюсь понять, что такое тестирование. Я пошел в магазин, купил 3 книжки по тестированию. Выделили 100 долларов из бюджета компании. Я пошел на свои деньги, купил, мне потом вернули. И вот сижу, читаю книжки, изучаю их продукт, одновременно изучаю автоматизацию из Ростова-на-Дону, чтобы я так жил. Какие девчонки симпатичные в Ростове-на-Дону, вам просто повезло. Главное, чтобы вы ценили. Вот, и что дальше? Поэтому, тестирование, если ты в состоянии автоматизировать, ты всегда найдешь, что автоматизировать. Если ты не в состоянии автоматизировать, так ты не в состоянии. Возьмите, например, какой-нибудь веб-сайт из Русалима. Шалом! Правильно говорить, взять курс онлайн, написать себе тест любого сайта и вперед. Вы можете начать с очень простой вещи, уже такой простой, что я уже не знаю, там, до стыдухи простой. Возьмите, например, какой-нибудь там amazon.com. И пойдите туда на страницу, на главную. И напишите скрипт на Selenium, например. И чтобы этот скрипт проверял все ссылки, попадают ли они в правильное место. Вот. Значит, и это уже будет абсолютно практичный тест. Вы можете себе написать в резюме, что вы написали там какой-то там тест automation проект, который делал validation of links. Links of validation. И это практическая задача. Она очень простенькая. Уже проще, я не знаю, там, чего бывает. Но она абсолютно реальная, она живая и так далее. Дальше вы, может быть, захотите создать какой-то файл. Положить в этот файл, там написать страницу, под страницей все ссылки, куда они ведут, с каким текстом, туда-сюда. И дальше ваш скрипт будет не с рекординга брать информацию, а будет из файла подчитывать каждый раз. Понимаете? А запускать этот файл может абсолютно любой человек, который вообще не знает автоматизации. Потому что для того, чтобы поменять что-то, не нужно лезть в скрипт, а есть какой-то файл, из которого все это подчитывается. Понимаете? Вот вам следующая задачка. То есть, тестирование, это не наука, которую учат в онлайн-классе или где-нибудь ее учат. Это когда берут и делают. Вот я бы так сказал. Я не видел людей, которые бы научились что-то от того, что брали класс. Вот я сейчас пришел домой, а в это время, ну, до 11 часов. Вот полчаса назад закончился, у нас есть класс. Несколько классов вечером идут, очень продвинутых по тестированию. И самый писк вообще, самый блеск, самые потрясные вещи, которые нужны, просто вот так вот сейчас порвут на рынке, если вы с этим пойдете. И там и с Пайтоном у нас, с Селением с Пайтоном, и у нас Whitebox-тестинг там идет, и у нас идет тестирование REST API там с Пайтоном идет. То есть, самый писк. То есть, вот REST API, например, там меньше статистических, вообще люди не разговаривают. Так 120, может быть, если даже немножко опыта есть. И толпы набиваются. И не то, чтобы кто-то потом вот этим как-то воспользовался, или там работу с этим нашел. Нет. Они в класс походили. И, может быть, даже в резюме написали. Но когда на интервью попадает, когда что-то, а ему сказать нечего. Ну, что он скажет? Класс брал. Поэтому класс, это очень хорошо. Но об этом даже говорить не надо. Только что вышел из класса Whitebox. Ну, молодец. Недавно. Молодец. Так вот, у Владимира, наверное, сидел. В этом ничего не понимаю, но интересно. Интересно, конечно, Господи. Когда не понимаешь, так еще интереснее. Когда понимаешь, так рутину сплошная. Поэтому делать надо проект. Сделал проект, написал в резюме. Берут на работу. Каждый день надо делать, решать задачи по мере возникновения. Гуглить, пробовать оплачать. Да, у Владимира. Ну, видите как. А я уходил, я заглянул в класс. И так вот ручкой сделал. Видите, а мы с вами снова встретимся. Видите, а мы с вами можем жить. Оно все просто. Если не делать через задницу. Понимаете? Если не придумывать себе какие-то схемы, которых в жизни нет. Трудно ли российскому инженеру работать по специальности в США. На железной дороге. Понимаете, проблема. В США с железными дорогами тяжело. Российская федерация, по-моему, номер один государства в мире по протяженности железных дорог, по грузооборотам и так далее. Это большое, серьезное хозяйство. Понимаете? А тут нету. Ну, то есть, есть какие-то. Они еще и убыточные плюс ко всему и так далее. И потом это... Я не знаю, я подозреваю, что там очень много профсоюзных работ, государственных каких-то там, еще что-то. Я думаю, туда трудно пробиться. Трудно. Я думаю, что вот в Израиле у железнодорожников проблемы. Вот давно приехал там, а там одна ветка всего идет там через всю страну, там узкоколейка какая-то. Вот тебе... Куда деваться железнодорожнику? По протяженности чего, железных дорог впереди? Как странно. Может, это с электричками там, знаете, пригородными, да? Ну, дай бог, дай бог. Что, при нем, переденную в Украине аттестацию, нужно в Америке переводить. Переводить лучше в Америке. Потому что, когда вы переводите его дома, то эти люди не имеют сертификации американской. То есть, они где-то дома у себя сертифицированы, но то, что они сертифицированы дома, не имеет никакого значения здесь. Поэтому, если вам аттестат для чего-то понадобится, вопрос в том, нужен ли вам перевод. И вообще, зачем он вам? Но, если понадобится перевод, надо делать тут. Это недорого все стоит. Это, там, смешные деньги. Не вопрос. Планируйте путешествие в ближайшее время. В ближайшее время... Что-то мы же только вернулись с Карибов. Я даже не знаю, куда нам в ближайшее время. В ближайшее время у меня... День рождения, мне 60 лет, у нас такой юбилей. И это произойдет буквально... Что у нас сейчас? Январь, февраль, март, апрель. Вот через три месяца у меня юбилей. Поэтому мы сейчас больше вот так... На эту тему. Россию. В Россию? Не, не хочу. А зачем мне? У меня дома тут поживу, у меня хорошо. Программист, тестировщик чем отличаются? Может ли программист быть тестировщиком? Программист, по мере того, как он программирует, он очень много тестирует. Очень умный говорит. Ну, это есть, есть. Что теперь сделаешь? Умищи любит. Куда девать? Так вот, программист очень много тестирует. Считается, что треть, как минимум, треть работы программиста это тестирование. То есть, он же не может сказать, вот тебе готовая работа, если он не убедился, что оно делает то, что должно делать. Есть такие виды тестирования, которые могут быть сделаны только программистами. Это сложное кодирование там и так далее. Это как бы высший пилотаж. Есть программисты, которые имеют задачу протестировать что-то. Они, соответственно, пишут программы, которые что-то тестируют. Дебаггинг это тоже как бы разновидность тестирования. Это как бы код свой. Да, не только дебаггинг. Есть такая вещь, как тестирование API. Есть такая разновидность. Вот. И что тут скажешь? Значит, есть попроще. Понимаете, почему тестирование стало таким популярным вот среди новых иммигрантов? Потому что входная планка очень низкая. Понимаете, барьер входа низкий. Ты можешь вот поучиться там пару-тройку месяцев и пойти найти работу. Даже у тебя язык там неважный там или что-то. Но, конечно, это как правило люди с высшим образованием. Там не то, что там пацаны совсем. Но и пацаны и могут. И, в общем, просто низкий входной такой барьер. Все-таки программирование надо подучиться. Не каждый в состоянии так вот взять сходу подучиться, чтобы еще и работу с этим найти. То есть на 100 человек, которые хотят работать, может быть, там 5, в состоянии выучиться на программиста. А, допустим, ну еще 80, в состоянии выучиться на тестера. А остальные 15 вроде хотят и вроде придут и даже деньги заплатят. Но никогда юзюмы не пошлют, никогда домашнее задание не сделают и так далее. Они где-то вот как-то потеряются на этой дороге. Там куда-то их ветром занесет. Поэтому тестирование популярно. То есть начать можно очень низенько. Но дальше надо неограниченный совершенно рост. Так. Да, вот там видит нам программист. Пишет, что он занимается отладкой, юнит-тестами. Конечно, вот я так попытаюсь простым языком. Значит, вот когда сидит дизайнер и говорит, архитектор системы. Он говорит, значит так, наша система будет, значит так, юнит-1. Это будет вот за связь, там, интеграция с Фейсбуком. Там юнит-2. Это распечатка репортов. Юнит-3. Это там посылка имейлов и прием имейлов. Там как-то он разбил на юниты. Юниты раздал программистам. А еще эти юниты друг с другом общаться должны. Соответственно, обмен информацией, он все это расписан. Но когда программист этот юнит написал. А посмотрите ему, бедному, чего делать-то. Вот он написал юнит. А этот юнит еще с десятком других юнитов общаться должен. А тех юнитов еще и в помине нету. А он свой написал, а тех нету. Вот ему что делать? И вот он пишет нечто вокруг своего этого юнита, замещая отсутствующие куски, другие юниты. Я очень простенько объясняю, прямо вот, ну совсем для школьников, так по-простому. Чтобы идея была понятна. Вот он пишет эти юнит-тесты. А ты иди напиши юнит-тест. Понимаете, это программистом надо быть. Ты не можешь вот так вот прийти, там, не знаю, 3 месяца в школе подучиться, там, после аккаунтинга и писать юнит-тесты. Это может быть сложнейшая работа. Очень-очень сложно. Вот. Так что, если мы на эту тему... Если человек молодой и начал с тестирования, я с трудом себе представляю, как он может расти, не став программистом в какой-то момент. Он может административно расти. Знаете ли вы успешных русских риэлторов? О-о-о! Еще как знаю. Еще как знаю. Ох, какие есть крутые. Просто же нет же слов. Да, есть очень крутые риэлторы. И зарабатывают чудовищные деньги. И действительно о людях заботятся. И очень грамотные, вдумчивые и так далее. Есть очень сильные русские риэлторы. Очень. И в Нью-Йорке есть, и тут есть, и во Флориде, есть и в Лос-Анджелесе, где угодно. Так что и зарабатывают потрясающе. Но там, вы понимаете, что недвижимость такое дело, что вот может быть там 3 года подряд ни копейки не заработаешь. Так тоже бывает. Когда рынок плохой там или что-то. С чего нужно начать путь тестировщика? Ну вот я говорю, можете послушать. У меня есть курс portnov.com.ru Ну послушайте. Там как бы для начала очень хорошо. Как продвигается ландшафтный дизайн участка? Мы почти закончили. У нас еще вот, может быть, парочку дней. Пару суббот. У нас все по субботам. Может быть, еще пару дней. Свет, я правильно говорю? Сколько нам нужно времени, чтобы закончить вот все работы с участком? Да, я думаю, следующие выходные закончатся. Ну вот, следующие. Да, Свет говорит, что может быть в следующие выходные закончат. Как закончат, я сниму. Свет, а вот скажи, пожалуйста, после того, как у нас закончится вот этот, ну, растение поставить, останутся какие-нибудь еще работы? Я помню, мы хотели там нарисовать что-то на стене. Ну, мы нарисуем, но не сейчас, как в дожде. Ну, да, летом. Там была стена одна, мы хотели на ней нарисовать. Две стены, панно нарисовать. Свет, а еще такой вопрос. А все-таки они же пока тут строили, они нам все запачкали. Окна грязные, там стены. Весной помоем. Окна помоем. Да, придет весна, помоем. Света, тебе привет из Ростова и из Киева. Очень приятно. Скажи, здоровенький булы. Здоровенький булы. Так, покажись нам. Я не могу. Как не могу? У меня... Ну, она, да, она... Не гряжа у меня. А в таком... Типа не гряжа такое. Но мне можно смотреть. Занимаетесь спортом, йогой или что-нибудь такое. Мы больше эзотерикой. Эзотерикой занимаемся. И из Денвера. Ну, Денвер, так у вас же уже там поздно. Психологией. Психологией Света увлекается. Вот там, ну, сами понимаете. Здравствуйте, нам говорят. Здравствуйте. Гутен Абн. Что там, Света не работает, что ли? Что ты? Света спрашивает. Вы что, там не работаете, что ли? Татьяна из Денвера. Ну, вы знаете. Я уж не знаю, это та Таня, что я думаю, или еще какая-то, но... Тяжело найти работу супруги. Я пропустил вопрос, я не дочитал их. Та-та. Ой, Танечка. Это же с нашего канала, солнышко. Какие новые мысли о прошедшем тренинге с Бородянским? Очень хорошо. Нашла ваш канал на Ютубе. Спасибо. Стоит ли читать транссерфинг реальности? Зеланда. Светлана читала. И меня пыталась вовлечь, но я как-то просто... Не вовлекался. Не вовлекался, да. Но она невероятно довольна и так далее. Спасибо за видео. У него очень много книг, и они все об одном и том же. Но вот то, что она что-то прочитала, ей это очень много дало. Она пыталась меня отвлекать от работы разговорами. Вот. Что может быть лучше, чем смотреть стрим Михаила в пробке? Я на самом деле думаю, что меня и не только в пробке можно посмотреть. А что же я такое-то в пробке? Получается, в каждой пробке затычка. Получается. Какой-то такой странный, можно сказать, комплимент. Вот. Вы ведет лайф? Писи или с андроида? Нет, с писи не получается лайф. Я вот как-то изучал вопрос. Мне говорят, что не получится. Значит, я с андроида. Я специально прикупил таблеточку маленькую. Такую. 4 на 7, да? Нет, 3 на 7. 4. 4 на 7. А ощущение такое, что 3 на 7. 4 на 7. 4 на 7 дюйма. Друзья пишут, что мы у них виртуальные родственники. Португалия, работаем еще. Как? Но это не мешает слушать. Да может быть там вообще в Португалии и так работает, что можно и слушать, и спеть что-нибудь. Я подозреваю, что в Португалии не так работают, как в Америке. А у вас там есть фиеста? Как в Испании. В Португалии, чтобы так пойти поспать днем. Или нет такого? Вообще, про жизнь в Португалии интересно. Да. Я вам скажу, что у меня так нету фиеста. Света, у них фиеста нет. Какой же смысл быть на Пиренейском полуострове, чтобы уже и фиеста не было? Ой, чтобы я так жил. Так мы тут думали, может, по Европе попутешествовать. Я вот говорю, давай поедем в круиз по Балтийскому морю, в Скандинавию, туда-сюда. И как-то, знаете, что получается, что что-то мы на фиесты высыпали. Но, понимаете, получается, что там как-то беспокойство нынче, там беженцы какие-то, морду бьют, там обижают народ всякий, преступность какая-то, взрывают что-то. В общем, в атаком случае, вот то, как это смотрится с нашего берега, подумалось нам, что мы лучше не поедем в Европу. Вот, то есть даже и в спокойное время, это тоже путешествие такое серьезное, все-таки там часов 12 туда-сюда, у нас спокойненько, а я не знаю, где у вас, я просто отсюда плохо вижу. Летом все объехали, все, это мы летом объехали, это еще не было столько, как сейчас-то летом. У нас просто много знакомых там, и с канала есть ребята из разных мест. И, в общем, очень-очень тревожные такие вещи идут, тревожные. А как-то, а уже как-то не хочется, что же там, мы же так спокойно живем. В Португалии и Испании. Ну, конечно, кто к вам поедет-то, какой же беженец к вам поедет? Да, они хотят там, где в Элферу побольше. Правильно, в Германию хотят. Бывают ли эпидемии гриппа в США? Приезжайте в Латвию, здесь красиво. Я был в Латвии, там потрясающе, конечно, в Латвии это потрясающая место. Эпидемии гриппа в США. Вы знаете, здесь люди вакцинируются. Вот мы, например, каждую осень там идем, нам делают прививку. Там, где бесплатно, где за десятку, такого плана. И как-то мы перестали болеть здесь совсем. Вот я помню, в Москве, когда мы жили, каждую зиму, ну, наверное, раза два, а то и три болели. А там, знаете, как это все? Сначала там идешь в пальто, там, до автобуса. В Нью-Йорк когда были, понравилось. В Нью-Йорке очень, Нью-Йорк потрясающее место, вы что? Нью-Йорк это, я не знаю, как там жить, мне трудно судить. Ну, так, чтобы съездить, посмотреть, погулять, да вы чего? А я не знаю, какое место в мире больше заслуживает, чем в Нью-Йорк, чтобы туда поехать. Там потрясно. Значит, и вот в пальто ты идешь там до троллейбуса, забился в троллейбус, там толкучка. Значит, начинаешь с ними там толкаться, может быть, это даже вспотел там чего-то. Зашел в метро, в Южной Докоте не был. Значит, заходишь в метро, в метро слякотно, и в Южной не был. Значит, там мокрые ноги, снег растаявший, там тепло, становится потным, пока пересядешь с одной на другую. У тебя там побили, помяли, выползаешь на холод, садишься в троллейбус. Пока наехал до работы, там еще 3-4 минуты остановки. Значит, опять дальние родственники. Да, так вот, значит, и ноги замерзли там, замерз здесь, замерз. В общем, фигня такая. У нас минус 15, дыр-дыр-дыр. Как у вас? У нас сегодня тепло, я думаю, градусов, наверное, 18-20. Я даже не знаю, это надо пойти на интернете смотреть. Чисто так вот. Сложно ли найти работу с H4 визой? С H4 визой нельзя работать. Она не позволяет работать. То есть, найти работу с H4 визой, это то же самое, что найти работу нелегально. Нелегальной работы полно. Ну, о последствиях для визы H1 супруга я отдельно там можно рассуждать. Но, в принципе, все люди, которые хотят подработать, все подрабатывают. Либо с детками сидят, либо... Смотреть с PC можно, конечно. Либо с детками сидят, либо там по уходу за пожилыми людьми, Либо в магазине, очень много работы в розничной торговле, вот в ресторанах. Всюду, где есть оборот наличных, есть нелегальная работа. Но, вот, допустим, в софтверной компании нет наличных. В Турп Америки мне надо по Америке. Мы ездим, мы еще поездим, мы по Америке очень любим. Значит, в Калифорнии тяжело ли с работой на кеш? Полно работы на кеш, но я объясняю. Это будет ресторан, это будет магазин, это будет... Ну, даже я не знаю, что там. Ну, вот такого плана, где есть наличка, где клиенты расплачиваются наличкой. Вот, даже я не знаю. Вот у нас, например, мы не берем сейчас наличку. В какой-то момент мы сказали, что мы не хотим иметь автомойку, да, подсказывает. Мы, например, не берем наличку. И даже если бы я хотел кого-то взять на кеш, это значит, что я должен выписать на себя зарплату, заплатить с нее налоги, доставка пиццы, вот замечательно, да, заплатить налоги за нее, и там мне вдвое дороже получится, вот там... Я, чтобы десятку отдать кому-то кешам, должен 20 долларов на себя выписать. Поэтому... Вот, то есть есть бизнес, в которых вводится наличка, и там есть работа. Плюс есть не бизнесы, плюс есть люди частные. Вот вы можете на Фейсбуке там начать объявляться, что вы торды делаете хорошими. Вот тут у нас целая группа есть, там, где люди делают еду дома и доставляют вот на дни рождения, там что-то недорого. Там тебе и пельменчики сделают, и хачапури тебе сделают. И если вы наш канал смотрите, у нас периодически люди показываются, которые там с такой вот едой. И это чистый кеш. Ну, пожалуйста. То есть, если хотите кешам вам дадут, кешам хотите чекам вам дадут, чекам... Кредитку вы вряд ли возьмете. Вот, поэтому так на этом уровне все происходит. Легко, конечно. Есть работа на кеш, да. На H4 тяжело, конечно, жить в дорогом месте, как вот Кремниевая долина. Понимаете, если вы на H4 жили бы в Сакраменто, и у вас муж был там программистом, то вы бы купались в золоте. Понимаете, потому что его зарплата там позволяет семье жить безбедно, и так я бы сказал, припеваючи. На одну зарплату программиста, вы бы еще и там домик бы прикупили через год. Учусь на четвертом курсе, готовлюсь на магистратуру. Чтоб по Work and Travel поехать использовать... Я не дочитал. Очень длинное сообщение было. Не дочитал. 36 лет принимаю меры для иммиграции. Переломный момент был, когда вы сказали, что работ... Опять закончился. Граждане, магистрам нынче визу дают. А я же визу не даю, откуда я знаю. Какие перспективы строителю, приехавшему с европейским паспортом. Три месяца побудет с паспортом, и обратно ехать надо. Так, по Work and Travel. Ну, а что Work and Travel? Приехал по Work and Travel, и вот либо он женился там, замуж вышла девочка, либо подал на политическое убежище. А что он еще может? У него выхода другого нет. Но я хочу сказать, что сейчас политическое убежище стало как вот в туалет сходить по малой нужде. Понимаете? Просто каждый ходит. А то еще и несколько раз в день. Это массово такое. Это перестало быть экзотикой. Это поток. Это шоссе, по которому гораздо больше транспорта движется, чем, я не знаю, по всем остальным видам легализации. И в наше время другой эмиграции не было. Стоит ли покупать продукты только органик или обычные, тоже можно есть. Очень даже можно. Хочет после Work and Travel остаться учиться в магистратуре, но вам надо визу менять. Понимаете, Work and Travel это одна виза, учиться в магистратуре другая виза. Было время, когда можно было визу менять прямо тут. Потом, после 11 сентября, было время, когда нужно было выезжать и получать визу дома. Как сейчас, не знаю. В 36 поздно ли осваивать профессию тестера. У меня самый немолодой был 67 лет. Он вышел на пенсию, ему было очень скучно дома. Он сказал, я или умру, или что-то надо делать. Мои сердечки голубые. Ой, спасибо. А я вижу сердечки, я думаю, чьи такие голубые. Из Окленда. Можно статус поменять. Ну, если можно, значит, можно не выезжая. Хорошо. Когда я ничего не помню. Никогда не помню. 36 лет, это очень шикарный возраст. Я приехал, я в 30... Сколько у меня было-то? В 92-м году. Мне было 36 лет в 92-м году, когда я стал тестировать. Это я еще по-английски практически не говорил. Вот мне было 36 лет. И я вообще не знал, что такое тестирование. Никаких курсов, никаких там. И книжек-то толком не было. То есть, те книжки, что были, это были такие странные очень книжки. Я никому не желаю учиться тестировать по тем книжкам, что я читал. I don't know what's going on, but I like it. Thank you very much. I like it too. And your message. Значит, 36 лет, это не только не поздно, а это просто самое время начинать. Учусь на четвертом курсе и готовься по Work and Travel. Поехайте остаться. Как вам план? План шикарный. Каждый год десятки тысяч таких, как вы, приезжают по Work and Travel и остаются. Поэтому я поражаюсь, что они продолжают давать эту Work and Travel. Может быть, политика такая, чтобы молодняк брать и все. И как бы не третировать. Молодой, давай, оставайся. Я не знаю, у меня такое ощущение, что они понимают, что к этому идет, но как бы не возражают. Они возражают, знаете, против чего? Вот когда по Work and Travel люди едут по поддельным офферам, по Липовым, которые делают турагентств в странах бывшего СССР, вот они к этому плохо относятся. Что делать с родителями, которые не понимают этого, не поддерживают в плане остаться? Есть, как вам сказать, в основном, наоборот, много русских трансляций, руглоязычных. Значит, что я хочу сказать, что есть отношения родителей и детей. Дети не должны родителям больше чего-то. И родители не должны детям больше чего-то. Ваши обязанности перед родителями вы выполняете в двух ипостазах. Первое. Если родителям когда-то, не дай бог, но нужен будет какой-то уход и какое-то содержание и так далее, когда они станут немощными, на вас есть вот такое обязательство. Значит, и второй момент. Вы должны этим родителям, самое важное, что вы им должны, собственным детям дать по максимуму. Вот так же, как ваши родители вкладывали вас, вот точно так же вы должны вкладывать в ваших детей. И это и есть то, как вы платите своим родителям. Светик, что ты говоришь? Нет, родителям спасибо сказать за все, что они сделали. И сказать родителям спасибо за все, что они сделали. Вы можете быть не согласны с чем-то и наверняка вы с чем-то не согласны. Это не важно. Но родители в вас вкладывали всю жизнь. Если это нормальные родители, разные бывают, я уж там не говорю. Но сказать спасибо и самое главное внутри себя испытывать признательность за это, за все. Но настоящий возврат на вот тот инвестмент душевных сил, который они в вас произвели, вы им дадите, когда будете к своим детям так относиться и в них будете вкладывать. Понимаете, дети это не инвестмент, который должен тебе на старости лет что-то такое дать. Кто мне поднесет там чашку чая? Да дело не в этом. Если полно народу, ты им заплати, они будут за тобой ухаживать в тысячу раз лучше, чем собственные дети. Вы лучше зарабатывать научитесь, чтобы у вас были деньги, чтобы родителям дать самый лучший уход и самую лучшую заботу, которую можно вообще дать. Понимаете, я бы так сказал. Конечно, в идеальном варианте, очень здорово, когда родители рядом, там и можно и так, и сяк. Я вам скажу, что у нас была такая ситуация, ну, Светина родители уехали раньше нас на год, а мои родители вообще ехать не хотели. У меня папа был партийный, военный пенсионер, значит, у меня брат в ящике работал, ну, в закрытом научном учреждении, у него докторская защита подходила, докторская диссертация, понимаете, и они никто не собирался никуда ехать. И когда мы уезжали, отец говорит, с меня пенсию военную снимут, значит, брат говорил, мне не дадут докторскую защитить, там, и так далее. Это жуть. У отца был инфаркт, когда нужно было к нему, чтобы пришли там и подписали, что он не возражает, что он не имеет материальных претензий. Подписать ребенку, что ты не имеешь материальных претензий, это значило уволиться из партии, и с работы, и со всех дел. Вот в те времена это так было. Хорошо, что он был уже в отставке, там, и так далее. А кончилось, Света кричит, расскажи, чем кончилось. А кончилось тем, что мы только въехали в страну, ну, вот только въехали, ну, месяц не прошел. И Света мне говорит, давай подадим бумаги на твоих родителей, на статус беженца. Тогда было просто, вот ты приехал, подал, значит, и вот такая вереница шла, очень-очень легкая была процедура тогда. И я говорю, да ты с ума сошла? Как? На кого? Она говорит, послушай, она говорит, бумага не кушает, не просит, пусть она там лежит себе бумагой, идет своим ходом. А дальше родители не захотят, так они не поедут. Проходит, ну, что-нибудь, значит, в феврале мы где-то подали, 91-го года, в августе мама моя звонит. А тогда вообще звонки за рубеж, это было что-то, нечто такое, знаете, тогда еще не очень можно было так трубку снять и позвонить. Но вот из Москвы было можно, вот только-только стали какие-то такие облегчения. Короче, звонит мама, и так полутонами, понимаете, будучи женой человека на такой должности там и так далее, она как-то привыкла обвиняками так излагаться. И так она говорит, Миша, говорит, вот мы тут подумали с папой, что надо бы нам того, надо бы нам сего. И я говорю, ты прямо, говорю, что ты хочешь? Она говорит, вот ехать хотим, говорит мама. И я говорю, мамуль, я говорю, на вас все подано. Вот только что, говорю, пришла бумага, что вам на март месяц там назначено интервью. Так что через месячишки вы получите бумагу и будете готовиться к интервью. Понимаете как? И они пошли туда, и получили этот статус, и отец, он им все рассказал. Он говорит, что как он с сорокового года там попал в армию, вступил в партию, там и так далее. Помните Анара из Баку, он получил убежище? Анара из Баку я очень хорошо помню. Насчет убежища я не знаю, как он легализовывался, честно. Я абсолютно не в курсе, как у него это происходило. Но он абсолютно, я думаю, что если он этим путем шел, то он получил. Но я не уверен, что он шел этим путем. Вот не могу сказать точно. Может быть он сразу был с гринкарты, он в такси работал в Нью-Йорке, я не знаю. Он видел, говорил, через убежище. Но наверняка получил, иначе он не мог уехать из Нью-Йорка. Михаил, посоветуйте, как можно найти, чего найти, не понял. Вот, поэтому я что хочу сказать. Родители, тогда ментора, сейчас поговорим про ментора. Значит, родители, когда страна рушилась, это начало 90-х, их никто лечить не хотел. Если тестеры на Гавайях есть, таки есть. Немного, но есть. Лечить никто не хотел, там, и так далее. А у него было очень плохое состояние здоровья. Его привезли сюда, тогда были так называемые транспортные рейсы. Врач сопровождал их, вот отца и мать, из-за отца. Он их сопровождал до Сан-Франциско, из Москвы. Он мне его на тележке сдал в руки в аэропорту Сан-Франциско. И мы с ним, значит, на этой телеге прокатились. На нем лица не было. Ему через неделю в госпитале Стэнфордского университета, в том самом госпитале, где когда-то сделали первую операцию по пересадке сердца. Вот в этом госпитале ему забесплатно сделали 4 шунта поставили на его сердце. Это не бесплатно, страховка оплатила. Ну, страховка, ну для него же бесплатно, Света говорит, не бесплатно. Страховка оплатила, ему это ни копейки не стоило. 4 шунта поставили, и он после этого прожил еще там, ну, не знаю, долго, лет 18-17. Они ему вернули жизнь. Он уже фактически на том свете был, понимаете? Вот, поэтому к чему я говорю? К тому, что вы приедете сюда, через 5 лет вы получите гражданство, вы сможете привезти родителей. Сейчас процедура очень простая. Они приезжают по гостевой визе, и в течение полугода они легализуются, получают гейн-карту, все дела. Это быстро сейчас, легко. Сколько ему было, когда инфаркт был? Это был третий инфаркт у него. И было это в 90-м году. Соответственно, он 24-го года. Соответственно, ему было там в 90-м. А с чего было? 66 лет было. Это не был первый инфаркт. Вот, поэтому, если бы мы не уехали, не взяли их с собой в итоге и так далее, и так далее, сколько бы он там прожил. Поэтому это шанс для ваших родителей. И на самом деле для ваших родителей нет ничего важнее, чтобы вам было хорошо. Они, если переживают, им просто пропаганда внушила, что вам будет тут плохо. И они боятся за вас, чтобы вам не было плохо. Вы им скажите, мы хотим попробовать. Если не получится, так мы вернемся. О чем речь? Сердечки для Светочки. Светочка, тебе сердечек тут клепают. Они тут прямо идут, идут. Сердечки, как будто кальян кто-то курит. Вот так оно. Прямо такие сердечки, такой дым идет. Побольше бы таких стримов. Ой, ради бога, что вы такое говорите? Вы приходите. У нас все стримы такие. Да. Значит, там был вопрос. Я забываю. Знаете, тут такая экстремальная обстановка, когда записать вопрос я не могу, а так он у меня забывается сразу. Я помню, там были какие-то вопросы замечательные. Но хочу, чтобы мой ребенок в США развивался. Ну так а что же, пусть развивается, кто же ему не дает. Про ментора был вопрос. Так вопрос про ментора какой? Что с ментором? Трансляцию можно сохранить и отдельно на YouTube закачать. Ну, прямо эту, я не знаю, стоит ли, а чего я тут такого в этой трансляции. Ну, может быть и можно. Я еще не пробовал. Я еще не знаю, как скачивать собственную трансляцию. Я не научился. Вот, значит, скажите, как дипломы из России в США котируются. Понятия такого нет. Вот есть человек с высшим образованием, а и нет человека с высшим образованием. Вот вся разница. Вам даже никто не скажет, покажи свой диплом, гребаный. Вы пишете в резюме, там, бакалавр и все. Как вы указываете, когда была трансляция? Я не знаю, я сам как-то вот вдруг раз и... Потому что я держалку. Света принесла держалку. Я думаю, раз есть держалка, надо выйти на свет Божий. Наташа расскажет, как сохранить. Хорошо. Тестирование для чайника, с чего начать? Я вообще вот тут рассказывал об этом во всем. Начните с того, чтобы послушать на русском языке курс, который у меня висит на сайте portnof.com. Slash.ru. Are you? Это будет хорошее начало. Дальше будете думать. Спасибо, говорят. А как же? Я же специально стараюсь. Я хочу сказать, ребята, мне нелегко. Вот так. Я привык разговаривать на любой аудитории, по-русски и по-английски. Но вот эта перебивка, которая идет разными вопросами, так мало того, что они разные. Я еще прочесть не успеваю. Вот если кто-то напишет вот такой вопрос, так я уже... Когда следующий эфир? Откуда же я знаю? Это же я по вдохновению вышел. Даже я не знаю, что сказать. Ну, там у вас забибикает. Планируете ли вы обновлять ваш бесплатный русский курс? Ну, понимаете, если надо отдельно сесть и записать его. А смысл в чем? Написание тест-кейсов не менялось. Значит, ну, что менялось за это время? Поэтому я даже не знаю. Если может кого-то позвать еще, кто бы там рассказал. Я даже не... Вы понимаете, у меня ведь не было книгу про работу в США. Это не будет быстро, ребята. Это медленно пишется. Книга про работу пишется очень медленно. Здесь нет такого потока сознания, когда сидишь, вот как мемуар там, жах, как я за две недели написал громадную книжищу. Здесь так не получится, здесь потихоньку будет идти. Для H1B нужно высшее образование. Ну, или высшее образование, и по специальности, по которой работаю, либо 12 лет опыта, по 3 года за каждый год бакалавра. Так что... Будет ли бесплатный курс по автоматизации на русском? Так... А зачем? Я даже не знаю. А чего он? Автоматизация по-русски, на русском... Автоматизация какая? Селениум какой-нибудь? Да полно же всего. Куда пропало и в это? Чтоб я так жил. И в это буквально неделю назад приходил и проводил интервью. И взяла девочку индусскую. У нее... Она колебалась там между индусской девочкой и женой блогера Хвостовича. Вот. Но... Но взяла в итоге индусскую девочку. В Москве после 30 тестеров не устроишься. Вы знаете чего? У меня очень большая переписка, обширная. С людьми из самых разных мест. Особенно из Москвы и Питера, где просто много работы по тестированию. Там у меня были ребята и хорошо за 40 тоже. Вот недавно был мужик, 48 лет. Из Москвы, кстати. 48 лет нашел первую работу. Так что всяко бывает. Я удивляюсь иногда, в каких местах только люди работу не находят тестером. В Российской Федерации я просто поражаюсь. Думаю, там-то откуда? Какой-то город называют. Я думаю, боже. Кроме лотереи... Ой, проскочили два вопроса, я не смог прочесть. Ограничения в голове? Больше в голове. Если я скажу себе... Аэрофлот... Слушайте, приятно. Экипаж аэрофлота. Может они летят где-нибудь, а может в гостинице ночуют. Передают нам привет. Вы там поосторожнее летайте, чтобы так... Это без проблем. Госслужбу для мигрантов. Да, пожалуйста, конечно. Есть очень много государственной работы, где работают эмигранты. Начиная от... Буквально самых таких примитивных работ. Ну, например, там, электриком в метрополитене Нью-Йоркском. У нас есть знакомый, который работает электриком в Нью-Йоркском метрополитене. Это государственная работа, вот он там работает. Таким электриком, работягами. Опыт считается... А за опыт считается, сколько я учился в ВУЗе. Нет, не считается. Опыт это опыт. Теперь. Дальше, что... С грин-картой можно, да. Вот, например, на Велфере работают люди, которые... Социальные работники. Которые... Ну, вот, с эмигрантами работают. Пожалуйста, они там есть. Я помню одного, знаете, там был один эфиоп. Который учился в России. Ну, в Советском Союзе. И очень прилично говорил по-русски. И вот он был русским социальным работником на Велфере в Сан-Франциско. Например. Если в Сан-Франциско вузы с русским направлением. Хочу приехать, высшее образование получить. Так нельзя. В Соединенных Штатах по законам страны. Если вы получаете американский диплом о высшем образовании, вы должны учиться на английском языке. Вот. Так что тут такое дело. Вопросы образования. Их много там самых разных. И я вообще считаю, что форумы – хорошее место, где люди рассказывают свои истории. Это требует времени много. Понимаете? Чтобы их читать, эти истории. Но вы узнаете такие детали, которые я даже близко не смогу рассказать. Вы же хотите учиться в США. Но это не мне. И там уже народ друг с другом беседует. Это же какая-то социальная сеть такая возникла. Вот. Вузы вообще присутствуют. Город-курорт. А где город-курорт? Это Сан-Франциско? В Сан-Франциско есть несколько университетов. Там, ну, если не миллион населения, то тысяч восемьсот. И это не город-курорт даже близко. Уж ничего там курортного нет. Это туристический центр колоссальный. Это правда. Это правда. Вот я на какой-то был экскурсии. Там сказали, что через Сан-Франциско проходит, я не помню, там 17 миллионов туристов в год. Это, и там они сравнивали с Российской Федерацией. Там чуть ли не в два раза, или там три раза больше, чем через Российскую Федерацию проходит иностранных туристов за год. Это мощный туристический город, конечно. Не курортный. Нет. Я не знаю, что тут курортного в нем. А так, да, туристов очень много, конечно, очень много. Поэтому работы много на Кеш. Поэтому, ну, как водится. Вот такие пироги. Ну что, друзья, давайте я, наверное, буду уже сворачивать нашу трансляцию. У нас тут заполночь. Есть ли у... Хочу написать свою историю. Как вы помогли мне эмигрировать через ваши видео. Так напишите, пишите в личку Ютьюба. Я очень люблю всякие истории. Если можно, значит, ее там где-нибудь рассказать, я расскажу. А если нельзя рассказать, вы скажите. Так, только это между нами там. Сколько в Калифорнии нынче галлон бензина стоит? Я последний раз заправлялся там типа 2,80, 2,70. Хорошо, ребят, я побежал. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok